Добро пожаловать в студию Фолс Эмпера в эфире новости У меня как всегда в гостях Андрей Журавлёв и Эли Фас Сегодня в выпуске у нас релизы Дарк Ангелы конечно же вышли Бандлы формации разной коробочки Хаммеров Калибан И Фаржа продаёт своих детей по 1240 фунтов за штуку двухлетних Слухи 4 месяца отдыха нас ждут от сороковника Зигмарины будут нас посещать в это время Ну и как всегда там куча всякой информации по комьюнити По новостям проекта и по турнирам Как всегда мы передаём слово Андрею Милости просим, сука давай И ты поиграл в Геральта Нет Но это все знают Но это все знают, окей Всем привет Значит двухнедельный был у нас перерыв Новости за это время, ну как сказать Вроде как они на тот двухнедельный момент были новостями Сейчас уже вроде как все знают, поэтому Кто все? Ну как, 200 человек задротов, которые сидят на всём Остальные все не в курсе, расскажи, пожалуйста Ладно Если вы не входите в это сакральное число товарищей узкого круга Inner Circle Вот, значит на этой неделе уже вышел в релиз Он был в предзаказе еще в прошлой неделе Сказа доступна уже? Да я думаю, доступна уже как раз PDF-ку Как раз в день релиза Кодекс Dark Angel Кто бы мог подумать? Собственно о кодексе мы уже знали Месяца за два или за три Можно на тебя прервать? Опять, да? Был сначала ХСМ, потом Dark Angel Правильно помню? Прошу Да Где? Продолжи Я просто уточню Это минутка нытья на волнах Да, на шуранде Вот, значит Кодекс вышел, честно сказать Ну, так себе Типичный Dark Angel Да, типичный Dark Angel То есть всем казалось Вот, наконец-то Dark Angel Выходят после СМ Они получат теперь все игрушки О, да, мама дорогая Конечно И что-то ведь получили даже Подождите, можно я Вот у меня это впечатление, что Ну, термосов, которые были на дне Их еще одно А баки, которые были крутыми Их подняли, правильно я понимаю? Все так Логика, ГВ, окей Так Ну и еще Ну так Ну, в целом, на самом деле Тут такой момент На форуме На одном известном Развернулась Очень такая Бурлеж Такой Ну, в общем Даже на Фолсачи Тоже это все перекинулось Дикий бурлеж По поводу того, что ГВ не смогло ГВ, как всегда Все обосрались Ничего не сделали Ничего не смогли Но С другой стороны Лично мое мнение Что Вся вот эта вот Фигня началась За счет того, что Были высокие ожидания Была вот эта Стандартная Хотелка О, хочу, чтобы Мой Десвинг Там Чардж после дипа Чардж после дипа Это уже Прям такой мем Начинает Возвращаться Ностальгия Вот Ну, естественно Никакого чарджа после дипа Не дали Более того, даже Там Отобрали Дип на первый ход Но в целом Вот если так В целом Мне кажется Все-таки Кодекс Поправили Поправили Во-первых Потому что Прошлая версия Была все-таки Забагованная И несмотря на это Под Как сказать Поднавозили Еще Новых багов И самый известный баг Который уже все знают Это о том Что В детаче Рейвинвинга Соответственно Это вторая рота Нельзя Взять Никого из Хаку Кроме Самоэля Потому что Это единственный Юнит Который может быть Включен туда Потому что Единственный из Хаку Есть правило Рейвинвинг Но при этом В самом же кодексе Есть Три слота Хаку А Самоэля Нельзя Даже на его Заменитой коляски Которую Немножко Переделали И как бы Что ГВ этим Хотелось сказать Непонятно Ну то есть Сказать Что она хотела Понятно Но то что она Сделала Как всегда Непонятно Я помню Это просто И тоже кодекс Куча багов Там был Таких описок Смешных Абсолютно Да 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 Причем Это как-то Настолько Смешно Ну как бы Ну То есть Тут Такой Момент Или уж Трусы надень И крельсик Сними Вот Ну я думаю Я думаю Что в скором Времени ГВ запилит Нам всем факи Тем более Что в слух Как раз Про это уже Есть информация Что ГВ работает Над факами Для всего этого Дела Ну посмотрим Как оно Пойдет Ну Есть конечно Сомнения Что не сдюжит Не сдюжит Вот В целом В целом Релиз на мой взгляд На самом деле Хороший Потому что Во-первых Оформили Вот это вот Разделение На Deathwing Ravenwing Greenwing А еще информация Ну нет По детачменту Там именно Можно взять Свой детачмент Другое дело Что вы Естественно Со своими Проблемами Различными Там По правилам Ну Но все равно Главное Выдали То есть Как бы Новые плюшки Потом Оформили Естественно Greenwing Теперь это уже Не такая Бесполезность Как это раньше Была И получают Замечательные Плюшки И собственно Самое главное Это Перепилили Их основное Правило Их Чаптор Тактику Это теперь Grim Resolve Оно Дает теперь Не просто Stubborn Но еще И Overwatch По БС2 Да Довольно Вкусно Тем более Что далее В остальных Детачментах Эта Практика Развивается Дальше В том смысле Что АБС Можно До третьего Довести Можно Вообще По полному Баллистику Overwatch Что замечательно Если нет Джинкл Ну Там уже Да В деталях Очень много Деталей Это и Вархоз Там Правило Я помню Полную Баллистику Стреляют Да Полная Компания Как у Спейсмаринов Вот Так и тут Очень Классные Плюшки Там Их Очень Много На самом деле Я думаю Мы сейчас Не будем Все Перечислять Но Плюшек На самом деле Достаточно Некоторым Конечно Не хватило Как всегда На фоне Новых Спейсмаринов Оно выглядит Конечно Не так Замечательно Но В целом Гравики Дали Гравики Даже Больше того Показали Как они Работают Оказывается Они похожи На Гаусса Из Довика Да Картиночка Мне не понравилась Как художник Говорю Жуткая Картина Особенно Тоже На фалсоте Постили Где Лэндспидер Стреляет С антенны Очень грамотные Художники Причем И проверяющие Их тоже Такие Так Пфг Оставили Отобрали Пфг Собственно Вот Видишь Какой-то тонкий Момент Судьбоносности Что Марла Его не взяла А его и не надо Было брать Сейчас бы отобрали И вот Зря бы Жопа Она Знала Что-то Знала Вот Да Пфг Отобрали Там еще Различные Такие Плюшечки Типа Сменили Типа Атаки Смайт У Десвинга И тут Кто-то пытался Развести Срач Вокруг Этого Говна Очень смешной Типа Плюс 2 Ксили А там Не написано Что Это Х2 Когда Смайт Смайт Вокруг Отобрали Рад Гранаты Которые Позволяли Уменьшать Тафну Да На одну Я честно Сказать Буквально Позавчера Играл С этим Старом Мне Боинг Вынесли Читерствую Рад Гранат Оставили Рад Гранат Оставили Но она Теперь Тафну Не отнимает Она Просто Минус Инициативу Дает А что Тафну Уменьшать Это зло Просто Зло Да Я согласен Тем более Что В их кодексе Было Достаточно Эти Оставим Это Механикум Ну Да Ну Да Там В принципе Там ХТХ Зайти Но При этом Подняли Опять же Самолетики Это Хорошо Да Это Просто Все хотели Вкусные Самолетики А они Не играли Абсолютно Не сказать Что теперь Они прям В каждом Первом Ростере Они все еще Остались Своеобразными Но Честно сказать Баф У них Очень Существенные Во первых Опять же У них Правила Рейвинг Они могут Овервотчить Самолеты Специальным Детач Реролите Успешно Неудачные Джинки Да Рерол Джинк То есть Там Опять же Рифт Кэнон Подняли До Десятая Сила АП2 Маленький Шаблон Вортекс Чего бы Негде Маленький Шаблон Маленький Шаблон Да Но все равно Десят два Вортекс Большим Общак За 165 Очков Или За 170 Один 170 Второй 160 По-моему Стоит Ну да Ладно Может это Второй Доход Когда я Даркайм Поиграю Я пытался В прошлом Кодексе Титли Механик Смотрите Следующая Сирия Интересная Вот Ну В целом Как бы Те плюшки Которые Надо было Дать Опять же Те же Лэндспидеры Которые Их Там Эти Как это Церкви На Граев Батушках Да Вот Эти Маленькие Монастырчики Такие Их тоже Немножко Подняли Там Опять же Даркшраут Теперь Просто Раздает Стелс Просто Там Все еще Актуален Да То есть На самом деле Вот Если Как бы Не смотреть На Различные Плюшки Которые Там И нытье По поводу Драгобомб Которые Все еще Внезапно Могут Убивать Их То Вполне Неплохо Вот Ну Опять же Из минусов Теперь Правила Например Дэсвинг Это не Преферден Сэм А Хейдер Что печально Конечно Потому что Преферден Конечно А ничь А ничь У нас Только Блэк Крусейдер Может Преферден Спейсмайн Так что Таких Куча Мелких Плюшек Еще Замечательного Это Новая Школа Интеромансия У них Магия Своя Появилась Как у Всех Новых Маринов Да Вот Очень Интересная Магия Загалочная Очень Надеюсь Ну Как Скать Ну Вот На самом деле Достаточно Интересная Магия Например Взять Первый Спел Не Пример Алина Первый Они Берут Механику Новую То есть В 9 Дюймах Всем Отрядам Раздается Внезапно Фир Мораль И пиннинг На 3 Д6 Автоматом Один Варп Чардж Черт Из-за Отменьше Если нормально Скатить И Внезапно Мы Кого-то Дипстрайкаем Кастим Это Психосилу Если Не отменяют На следующий Ход У нас Очень Много Провалов За Потери Если Кто Конечно Боится Это К Внезапно То есть Это Можно Занести Очень Неплохо Психик Шрайк Лодки Подъезжают Дарк Эльдар Дарк А если бы Этот Стел Делал Всем Моральпинг Фиртест Не на 3D6 А на Плюс 1D6 Обычно Получается На 3D6 А если Скастить Психик Шрик На 4D6 Внезапность Я тебя понял Но К сожалению Так И еще хочу Сказать По этому поводу Такая Типа Ну не Внутренняя Информация Но не всем Конечно Доступная Не все Могут Да Лимитки Дарков У нас Заказывались Больше Чем Все Предыдущие Разные По Даркам Было Больше Заказывать Лимитки Что вы Так И говорите Посмотрите Сколько Всего Туда Носовали В отличие От Старых Лимитов Некрон Спресс Марины Кто Там Еще Я Не думаю Что В этом Дело Просто Реально Есть Люди Которые К Даркам Душа Лежит И Им 15 Тысяч Отдать Не Жалко В 2013 В начале Заждались Ну Заждались Может Пройдем Дарков Да Последнее Слово Популярность Дарков Обусловлена Тем Что Сейчас Вторую Редакцию Подряд Их Стартер Поэтому Что Видеть Это Знаешь Как Уточка Видит Маму В первую Жизни И она Потом Хочет К ней Она Ее Любит Она Вот Они Увидели Дарки 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 Тем Более Красивый Чего Скать Модельный ряд У Дарков Замечательный Совершенно Все любят Балахоны Вот Ладно Расскажешь нам Про Бандл Формации Да ГВ По Какой-то Непонятной Причине В этот раз Не ввело Новую Эксклюзивную Веб Формацию Не завезло Читни Нет Не завезло Да Дарков Обломали Вот Поэтому Завезли Просто Обычные Стандартные Читни Это В виде Эльдарского Формации Райдеров Да Все любят Их есть У нас Пойдет Вообще Не запаривайтесь Жмите Вот Туда Много раз Будете Всех Нагибать В В деле Да Вот Так что Очень кривой Надеюсь Оно Упадет Успадет И Упадет На этот Скадр Лазером Брюхом Вот Ладно Проезжаем Проезжаем Баря Нечего Здесь Видеть Вот Да Также Формация опять же Дарковский, там какой-нибудь тот же Хаммеров Калибан такая интересная достаточно информация формация из трех машин, к которой присоединяется ландак в котором должен еще быть техмар и получается довольно неплохая комбинация с возможностью, что и все это одна формация все это один юнит естественно это все очень интересно может получиться, в смысле там ей танкуют ландак все это в инвизе его покрывают различные эти машины может неплохо вполне зайти, там посадить Азраила, 4++ теперь официально действует на машину без всяких ваших факов ну в общем да вот какие-то вот такие вот дела с релизами переходя сразу к такому моменту, что сейчас появляются слухи о том, что ГВ по Сарковнику делает перерыв и плавно переходя в раздел слухов, этот перерыв в общем-то обусловлен тем, что выходит новый Age of Sigmar совершенно внезапно опять же уже который месяц весят эти рекламы Age of Sigmar, Age of Sigmar и вот наконец-то он выходит на следующей неделе на 4 июля будет показан анонс релиз и что совершенно внезапно ГВ вывесит бесплатные правила на сайте к этому сеттингу это какой-то it's a trap я тоже не верю ведь ему Варда уволили и Келли и всех остальных вот бесплатные правила ГВ как так неужели они учатся на своих ошибках и решают перенять тактику конкурентов у которых все это действует уже не знаю, с самого первого дня нет Андрей нет ты мне опередил по мне возможно по мне возможно собственно неделя следующая ознаменовалась вот приход так что же это новая Age of Sigmar да, особо про это мало что известно напрямую что это будет то есть слухов-то как всегда вагон и целая тележка ну начнем уже с конкретного мы уже все видели эти фоточки нового стартера, который будет по Age of Sigmar да, это Хаос против воинов Сигмара так называемые Зигмарины вот потому что выглядят они совершенно соответствующим образом это такие называется если бы у кровав ангелов были бы терминаторы с золотыми сосками вот они бы выглядели вот точно вот так ну к слову сказать миньки-то естественно выглядят замечательно очень шикарные модели все в золоте там у них этот генерал на какой-то то ли кошки, то ли ящерицы какой-то такой шикарный совершенно какие-то типа тоже крылатые типа Сангвинарная Стража в общем там как бы скажем так в общем все думают о конверсиях да, все думают о конверсиях я естественно буду уже точно совершенно брать потому что мои плоды просто уже прям плачут золотыми святами настолько же все замечательно и красиво стартер порядка 6 штук будет стоить ну да мы с Андреем распилим я думаю по 3к и я себе заберу это а почему мы распилим? потому что вторая часть этого стартера это хаос совершенно внезапно и неожиданно причем снова кахарнита естественно нет других богов в мире хаоса мало тебе берсаков, а? в мире далекого будущего и прошлого есть только ну ладно, главное что он там есть и тут много разных спекуляций по этому поводу да, в том числе плач, что вот все наша фбшечка умерла, скатилось говно но вдруг такой сюрприз и Age of Sigmar хорошая игра только представьте себе это и вместо 4 месяцев отпуска мы сидим здесь рассказываем вам захлёб какие хлёбые мики какие хлёбые еще три стартера срочно долгу ну на самом деле это хороший вариант то есть он маловероятен скорее всего это говно вот с бесплатными правилами с бесплатными правилами но вдруг понимаете даже вот ты фб вообще не любишь да, я очень не люблю фб но я отношусь как бы достаточно в смысле короче, я больше люблю фантастику играю в сороковник но в принципе могу если есть интересная раса да, вот как например тамбы ты как относишься к фб? я к фб отношусь на самом деле очень тепло и замечательно кроме того, что я конечно не играю в фб вот но иметь в виду мне нравится я как бы понимаю вот это вот нытье особенно старых игроков потому что действительно вот фб она такая вот классика прям фэнтези прям вот классика то, что называется высокая фэнтези вот такое вот это драконы все вот это вот доспехи все это замечательно вот и действительно есть вот этот аргумент что вот эти вот новые миньки которые показали они все-таки отходят от этого ну вот это несколько печально и вот действительно вот после вот этого End of Times как-то как-то прям есть ощущение я вот хоть и не причастен был к старому миру но вот есть какая-то вот такая вот взяло за душу что называется да, вот оно умерло все и вот что-то ушло в старое там сколько ему там 30 с чем-то лет было всей системе понимаешь, если это заставит нас начать играть в фб значит это будет лучше да, это будет к лучшему естественно и опять же да, это неплохой шанс чтобы попробовать и начать в это играть потому что вливаться в уже известную систему довольно тяжело да, то есть да, то есть такой куча механик много профиля много правил запоминать а тут вроде как все начинают с нуля вроде как неплохо то есть понятное дело что да я думаю что этот релиз нацелен как раз на новых игроков в частности из сороковников потому что ГВ кормится с флагмана своего да, с сорока и естественно неудивительно что миньки такие подходят уже ближе к сороковничку да подставочки круглые да, подставочки круглые все это все это как бы так вот идет к этому что пацаны из сороковничка у нас тут кое-что есть ну при всем при этом человек который любит именно фантастику а к фэнтези к этим всем гномам рыцарям драконам девам ящерам лизардменам тамбан подожди девы девы нормальные ну да девы у них нормальные получше чем у нас они хотя бы есть так нет у нас тоже есть девы только нет 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 только нет так мысли подожай ну мысль в принципе в том что они не заставят нас полюбить это не так ну много новых игроков много лекут знаешь когда ты сидишь сидишь тебе хочется что-то новенького попробовать а тут как бы очень мало силы надо сделать чтобы как бы шагнуть туда вот например чтобы в даст поиграть это просто надо это самое так напрячь пердак потому что его не поставляет он в Австралии по-моему сейчас они производят или в Новой Зеландии где-то там знаешь в Австралии есть много вещей которые не поставляют вообще никуда но их бы очень хотелось занимать вот типа того и в него просто тупо очень сложно поиграть по техническим причинам хотя по идее можно спокойно заказывать есть люди но ты даже не можешь преодолеть тогда в таком случае количество игроков да вот ты заказал еще кто-то заказал а остальные люди в основном магазин покупают или у литейщиков Миньки пока его лить не начнут играть никто не будет так что вот здесь очень легкий шаг в том же магазине где ты обычно покупаешь появились пылся набор где клевые пацаны и на круглых те же подставках стоит это типа недорого тем более здесь как бы здесь еще момент такой что явно я почему-то думаю что ну не многие но определенная часть людей играющих в 40к обязательно купят набор чисто для конверсии ну те же там игроки за блодов вот честно вот эти вот модели это уже вылитые терминаторы для блодов вот вылитые щит молот маска вот там все есть вот просто уже голая готовая модель не говоря уже о возможностях для конверсии которых просто дофигищ но опять же хаос там вторая часть хасиска тоже замечательные культисты с хтхшным вооружением а не только с дробовиками ну да тоже важный момент вот новые реально минки ну они действительно могут где-то пригодиться еще как вот например сравнивали почему провалился дред флит и почему типа этот самый спейс халк это неплохая игра типа спейс халки минки терминаторов вполне нормальные нормальные генокрады и в принципе ты можешь не играя в это говно использовать в обычной игре можно у тебя тоже здравущие больно но они более-менее как бы совпадают под размеру и все нормально а дред флит это просто какие-то маленькие говнокораблики которые ты больше никуда не сможешь да то есть это игра в игре а здесь кстати вопрос то главный все таки это отдельная игра или это следующая да или это да это или ну вообще как по слухам и по моим некоторым измышлениям я думаю что ФБ это как бы такое разделение ФБ на два потока то есть ГВ само по себе то что сейчас известно по каким-то вырезкам да из Вайдворфа позиционирует это как игру с кирмиш да то есть опять же возвращение к таким стокам когда на поле было очень мало моделей да это очень мало моделей где важно взаимодействие там у каждой конкретной модели будет больше спец правил каких-то больше вот этих вот кастомизации и потери каждой модели будет ощутимее ну естественно но при этом опять же как говорят слухи что правила будут чуть-чуть упрощены в отношении с фэнтези батлс то есть игра будет идти легче быстрее то есть партии будут быстрее за счет и снижения количества миниатюр и упрощения некоторых правил то есть такая казуализация да что называется вот но с другой стороны казалось как бы вот на этом моменте у всех бомбит что вот это вот взяли наш и превратили в нечто такое зловонное вот но на самом деле очень много слухов говорит еще о том что в принципе выйдет какое-то то ли дополнение то ли это девятый редактор да это непонятные исходя из слухов о том что будет вот это некое вот дополнение с этим который будет выводить именно с большим количеством моделей то есть я почему-то думаю что это будет просто разделение на такие вот две формации вот одна типа вот киллтима да вот сейчас вот а вторая будет нормально с вашим количеством там с тоннами миник покрашен в общем много вопросов на самом деле возникает в основном с подставками я согласен что квадратные подставки ну даже технически морально устарели просто они загоняли фбшечку вот кто не знает это реально вот игра этими квадратными коробками это не отряды просто у тебя квадраты так ворачиваешь типа он зашел в бок стоит квадрат вокруг еще три квадрата это шаблон это шаблон там шаблоны вообще входят например перилы есть результаты шаблончик маленький кладется на этого самого кастера и все огребает вокруг а как вы понимаете они стоят вот так там вот и все там выстрелы эти спушки там и прочее кстати да здесь тоже очень хорошие аргументы на тему того что даже чисто модельно вот в таком формате когда у тебя есть коробки особо не развернешься потому что у тебя есть коробка где все должны вот так вот встать и встать а сейчас есть возможность там герои скейл да они могут там как бы различно быть развернуты в различных позах не боясь того что они могут не встать просто в коробку это да вот как там известная проблема у ФБ что там некоторые некоторые отряды просто очень крайне затруднительно запихнуть формат коробки вот поэтому тоже такое сообразное решение проблема ну и например тоже убивал что ФБ вот стоит у тебя там один значит этот самый отряд в один ряд стоит каких-нибудь лукарей в санах у них такая тяжелая конница врывается и встает в них по факту он должен его прорвать да вот этого чувака просто насквозь пройти но не сделать стрейм с этими квадратными поставками так все будет решена эта проблема то есть когда я почему не стал ФБ играть я пытался та же проблема почему я Ф7 не люблю там Heavy Magic жесткий это не игра о солдатах с мечами это игра про магию да согласен ладно мы хотим вернуться знаешь куда про детей ФРДжи Титаны парень один как мне написали значит двухлетний ребенок где-то с ростом значит этот титан и вот и вести нашим литейщикам очень сложно беда вот значит фаржа да уже все в официально в общем в общую так называемую продажу в обществу титана ну поэтому уже говорить в общем здесь как бы ничего такого особо нового цену мы знаем вот но цена цена теперь точно это 1240 фунтов на наши деньги это масса 50 70 тысяч нет это 100 это больше 100 да где-то в этом уровне ориентировать зато вы подсчитывали 117 машину можно купить да она будет не очень на ходу но еще сотку ложь она поедет хочет продавать машину вот или котику или но она сюда взять на свои впереди и получается вот вместе с этим вот релизом age of сигмар выпадает вот это вот как раз наша наш сороковничек собственно с этим самым релизом вот как говорят слухи что выпадает на аж на четыре месяца с одной стороны да это логично что как бы новая игра будет такой вот гигантский брали из времени да по релизу но честно сказать я вот так думаю и я как-то сомневаюсь в этом моменте потому что очень уж четыре месяца это крайне длинный срок ну да для того чтобы запустить длинный релиз которого экономические его успехи неизвестны еще четыре месяца собственно деньги собирать на чем на age of сигмар непонятно получишь какие деньги или нет а фбш фбш господи ваха сороковник она как бы дает деньги какие стабильность хотя опять они анонсировали то что снижение у них прибыли будет в очередной раз вот но тем не менее смех с нее кормится кстати механик не помог им получается но да как как вот вышел у них недавно красный полугодовой отчет да как-то у них этот стабильный такой минус 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 такой не сказать чтобы довольно сильный минус там в процентах буквально там два три процента но потихоньку на минус да понимаешь большой релиз механиков которые считали что вообще их с любой дырки вытащит а все равно минус может быть там не очень попалась на начинают и это если хребрый вид очень sculptor то есть да кстати короче суть в том что четыре месяца действительно без сцельсия ковника это очень рискованный шаг я понимаю что они пытаются с инфинити какой-нибудь там, не, не инфинити, а вармаш, да, потопить, но, да, ну, кстати, тоже, да, входит такая конспирологическая идея о том, что вот сейчас ГВ выпускает модельки как раз для вармаша, все любители вармаша скупают быстренько модельки ГВ и оставляют с носом приватиров, да, группа, которая выпала в релизе, да, вот, ну, не, ну, кто знает, кто знает, может, эта часть хитрого гениального плана ГВ по отвоевыванию рынка обратно, потому что как раз вот этот вот минус вот этих вот в процентах небольших, мне кажется, это вот как раз такое вот откусывание общего пирога конкурентов от самого ГВ, так как сейчас ГВ монополистом считается. Да, да, может, грамотно, конечно. Вот, да. Мы тут сидим такие, типа, на диване, да, такие рассуждаем. Троу-менеджеры, блин, все знаем. Посмотрим. Ну, конечно, к нашим рубашкам, возвращаясь, да, 4 месяца. 4 месяца. Ну, будем посмотреть, будем посмотреть. Что там, Тау они обещают? Я не всегда сомневаюсь, да, но после вот этого 4-месячного периода, да. 4 месяца, Карл, Тау, Карл, что за говно, где? Да, то есть до октября... Тау с утрожной играет по старому коду. В начале октября, да, будет перерелиз Тау. Вот, и вот до этого, да, вот мы как бы переходим к этому моменту о том, что 4 месяца, Карл, а где летняя компания? Карл, я тебя спрашиваю, Карл, где летняя компания? Где засчитывает? Вот, да, поэтому это как-то очень сомнительно о том, что вот так вот 4 месяца, мне кажется, все-таки они пропихнут, там, будет какое-то окно. Но, потому что, ну, нельзя вот так вот 4 месяца пихать, всех к концу 4 месяца будут тошнить от этого Age of Sigmar, я вам уверяю. Как от механика? Как сейчас от сороковника, да, уже всех тошнит, потому что релиз, 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 ну, как-то... Ужит, говна на анбоксинг нового, там, культ механиком, новый кодекс, еще надо заниматься и так далее. Вот, поэтому, да, я думаю, что все-таки будут перемежаться, все-таки выпустят хотя бы Demon King какой-то из вот этих, которые обещали. Потому что, иначе будет все совсем очень-очень-очень печально, потому что, ну, еще дрались дарки ХСМ на зазвание самого старого кодекса, да, теперь уже все в ХСМ, уже всех перемещают, да. И до определенного момента, вот, их приплевывали, только в путь. Да, ну, не, может быть, ГВ, конечно, считает, что выпустил вот оно Core Demon King и типа вот это вот все хайсюни, ну, это, ну, это совсем, да. Я все-таки делаю ставку на дзинча, не слоняешь ему, сказать. Вот, да, будем надеяться, вот. Но, собственно, во время вот этого, так, якобы, четвертмесячного перерыва нас зато будет радовать форжа. Хоть кто-то умеет правильно делать, расставлять акценты на выпуске своей продукции. Значит, первое, да, значит, мы уже сказали про Титана, про выход, и в последнее время форжа начинает такой вот хитрый вот такой вот момент, она так выплескивает по одной картиночке будущих релизов, да. Ну, мы уже, соответственно, видели, да, этих там, Хаос Найт, Хорнобегун, соответственно, опять же, недавно был замечен еще уже покрашенный Нурглодемон, который, да, мы видели на Вархаммер Ворлд, да, ну, на открытии того зала, уже покрашенный, вот. Вот, говорят, что это Нурглитский, скажем так, вот этот вот демон, как офф Руиншторм, да, или как-то так, то есть вот до этого выходил Кахарнадский, нет, не Геральд, там, да, то есть вот был до этого выходил Кахарнадский, Самус, да, такой демон, с голой задницей, вот, и вот это как он, демон офф Руиншторм, или как-то так он называется, вот. Вот, и сейчас то же самое, только от Нурглова будет, по-моему, какая-то демон, вот. Потом Форжа нас кормит, да, еще другими фоточками, типа, вот, новое оружие для Титана, это ракетница, на плечи им ставятся гигантские такие, там, утыканы, как еж. Вот, далее у нас идет еще 5-го числа, буквально, то есть на этой неделе, на выходных, будет традиционный Форж Ворлдовский Open Days. Это куда фоточки из шкафов стеклянных? Нет, то было, ну да, ну, как бы да, то есть у нас до этого был, как раз, чтобы не спутаться, открытие вот этого зала Вархаммер Ворлд. Это было как бы обновление, и это была не презентация Форжи, но оно как-то так совпало, и поэтому Форжа протиснулась как бы туда, поэтому вроде как, типа, был вот открытый день, вот, Форжа, да. Но на самом деле он у них официально запланирован как раз вот на эти выходные, и он состоится. Я правильно понимаю, что, значит, стоит шкаф стеклянный, на полочке расставлены некрашенные миннички, все такие ходят, что фишка хорошая. А потом суть в том, что, окей, идем дальше. Суть в том, что, как бы так, уже, как правило, на этих мероприятиях можно покупать эксклюзивно эти самые миннички, а если их можно покупать, значит, это правило Карл. А если это правило Карл, то это уже и, ну, ты понял, вот. То есть это можно уже надеяться увидеть, например, правило на карнадского рыцаря. Вполне почему бы нет, чего бы нет, чего бы нет, вполне возможно такая вероятность. Вот, и самое, что главное, это, наконец-то, увидеть, что же будет в следующем у Фаржи, какая будет следующая книга, о чем? В слухи ходят, что дарки. Вот. Нет. Нет? Нет. В слухи ходят, что дарки вышли в разработку 30К. Там чей-то братюня, знакомые, 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 ну, как всегда, как это обычно бывает. Вот, значит, что запустили в производство, не в производство, а в разработку, дарков из 30К, что у них там будет полностью переработанная схема, что как-то вот, как вот, оригинальные такие дарки, еще не падшие, вот как вот у них там было это строение региона, там будут, там, Паладин, Скват, там, Дунг, Найты, какие-то, то есть, что-то у них там мощное какое планируется навернуть. Вот. Но это слухи и подтверждение, конечно, непонятно пока никакое. Вот. Также из ожидаемого, из реально ожидаемого, что, значит, на этом Open Day будет зарелизен новый примарх, ожидаемо ориентировочно, что это будет Пиртураба. Это уже кто примарх? Кого? Железный хвойн. Железный хвойн. Который ожидает своего часа уже, то есть в книге, он, по-моему, чуть ли не в первой книге уже вышел, как примарх, как по правилам, да, с Железными хвойнами, вот. А Миньки у него все еще нет, поэтому вот он ожидает, потом это, естественно, Коракс и Альфарий Амидон. И будет ли это две Миньки? Ну, неизвестно, будет ли это вообще, в принципе, Минька. Вот. Но ожидается, что там могут прознать информацию, что из них находится в разработке, вот, и о чем будет следующая книга. Соответственно, вот это тоже очень интересный момент. Будет ли это продолжение вот этой книги, да, которая есть сейчас про продолжение, так называемый теневой, по-моему, поход. Он называется, это уже такие яркие сражения Несунов, Демонов против Ультрамаринов. То есть в этой книге они что-то высадились, только начали, то в следующей там уже развернется на полную катушку их эта борьба. Вот. Соответствующие также там и юниты, да, это новые юниты для Несунов, новые юниты Ультрошам, которые, кстати, да, светились. Возможно, представят какой-то еще новый апгрейд пак, типа, вот, как мы видели для белых шрамов. То есть, может быть, опять же, шрамом еще какие-то апгрейд паки подвезут. Ну и по мелочи там всякие декали, там, всякая вот эта вот фигня. Вот. Ну да, это вот, да. Тандр Хок Ланнигпад? Да, еще, да, ожидается вот фортификация, которые любят форжа делать такие столовые. Со встроенным Тандр Хоком? Вряд ли. Не совсем. Вряд ли, да. Вот, да. Они, кстати, да, еще планировали, в общем-то, в разработку пустить транспортный Тандр Хок. Уже тоже были фоточки. Посмотрим, может быть, они уже допили до... Подожди, в смысле транспортный этот Тандр Хок? У них уже он давно был. Транспортный, в смысле, который перевозит там уже технику специальную, у него специальные стропели такие есть. Ну да. На 4G он же давно и им давно висел. Который может возить две рынки или один ландрейдер? Ну да, но я просто не уверен, что это можно было в модель покупать. Можно было. Просто она была заказная и делалась фактически под конкретный заказ. Ну, возможно, да. То есть, возможно так. Подожди, а вот возвращаясь немножечко к Тандр Хоку Лендинг Паду и прочему, это, как я понимаю, будет что-то типа плиты Реалом Лу Паду со встроенным Террейном. Да, и я тоже думаю, да, именно в этом формате. Потому что, учитывая размер Тандр Хока, тяжело себе представить отдельную фортификацию такого масштаба. Ну да. Вот, так что, да, скорее всего... Я видел настоящее, ну, как нынешний Лендинг Пад, он всегда такой... На него поставить, боишься что-нибудь. Зато из-под него можно стрелять. Известный у него. Зато у него такой четвертый муль, да. Так, мы с слухом закончили. Да. Приходим к интересному. Комьюнити. Наши комьюнити. Мы как будем обсуждать это самое, плач по ФБ или не будем? Кто-нибудь присутствовал вообще при похоронах? Нет, ну, в общем, да. Как бы комьюнити на этой неделе плакала по ФБ. Хоронила восьмерку. Некоторые радовались, некоторые плакали. Все было весело, никто не подрался. Ну, вот как-то так. Хорошо. Следующая, значит, у нас прекрасная новость в комьюнити. Это срач, который пылает. До сих пор пылает. Никто никак не потушит. По поводу Skyhammer формации. Помните, мы рассказывали, это непонятно. Можно присоединять туда НДП или нет. До сих пор не решено. Все спорят просто до хреботы, правильно я понимаю. Просто жесть какая-то там в жестоку сломана, столько, значит, оплевано людей и так далее. В общем-то, аргументы есть с обоих сторон, на самом деле. Поэтому принимать чью-то конкретную сторону, да. То есть, там, одни говорят, вот у меня самые лучшие аргументы, вот, а у меня вот такие-то самые лучшие, вот. А самые мудрые сидят, пьют пиво и ждут факов. Я пиво не пью, но жду. Вот, да, я, собственно, тоже предпочитаю не примыкать ни к одному из лагерей, потому что, ну, это бессмысленно. Выйдет фак и уже там конкретно скажут. Ну, или хотя бы что-то бы решить комьюнити. Все-таки я решил вообще даже не влезать в это, потому что, ну, зачем, зачем. Как бы, ну, как минимум, если вы не согласны, просто предварительно перед тем, как с кем-то играть, там, турнир, узнаете, допущен ли, как судьи решают вот этот вопрос, чтобы заранее быть известным. Потому что, если это вам не нравится, информация, что вот это, они чарджат на первый ход с индепами, не играйте, просто уходите и развратите сюда. И это, опять же, внесет свою лепту в решение комьюнити о том, играете с этим или нет. На практике, да, пожалуйста. Честно сказать, как бы по, что называется, по РАИ, я согласен, что нельзя в джоинтинг депу, потому что, ну, это как-то совсем как-то. Вот, то есть ГВ, я не думаю, что надеялось, что вот можно будет присоединять и брать. Хотя, с них, 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 конечно, все. Вот, но то, как сейчас-то по РАВу, как это написано, оно никак, оно вот спорно настолько, что... А теперь посмотрим на это с другой стороны. Комьюнити, мы же обсуждаем комьюнити, а не только саму проблему. В принципе, комьюнити достаточно странная вещь. Допустим, здесь мы действительно не можем точно сказать, можно их присоединять туда или нет. Но недавно возник срач на тему вполне логичной вещи. Можно ли из-за эфира Деннимера, роли, теперь игры, областовое оружие, люди. Ситуация предельно кристально ясная. Нельзя, но какой срач из-за этого поднялся. Ну, там где-то, где-то... Кайф сам этим пользовался, но это уже другое. Это уже совсем другая история. Ну да, это тоже, опять же, дыра со стороны правил, когда непонятно. То есть этот вопрос не... не пофачен. Ну да, АКВ любит, как это, кидайте 4+, и дальше идите. Да. У них написано везде так. Именно так. Ладно, что... Новость кошмарная просто. Буквально вчера группу фалсача... Сегодня утром. Вчера утром. Группу фалсача удалили из ВК. Это можно было видеть с падиков, телефонов и прочего. Вот на компьютерах это аномальное явление не было замечено. Как я понял, как была информация о том, что переносили какие-то серваки, якобы. И какие-то большие группы отображались как стертые. Ну, как бы, это было буквально, там, минут 10-15. Группа осуществовала. Народ в панике писал мне в личку. Твою группу удалили, чувак, что делать? Да, но кому-то хватило и не 15-15 минут. Кому-то, да, хватило. Смекалки. Каникюры чертовы. Смекалки и, как бы, наглости. Мы знаем конкретно, кто это. Вот видите, скриншот. Человек попытался застолбить группу фалсача. Народ будет, типа, искать там в поиске фалс эмпера и будет попадать на группу его. Вот такой рейдерский захват. Я даже успел это захватить. Да, да, мне тоже. Тоже залез в поиск, пишу с фалсом, опааа. Не получилось, не получилось. Кидал. Какая-нибудь ромашка. Ромашка. Ромашка у килл очередная. Так, что, под комьюнити, я думаю, все. Дальше мы идем к турнирам. Ну, новости канала, да. Турниры, значит, генерал 4-5 июля. Самый крупнейший турнир у нас получается. Да, командник по 5 человек. Сколько команд? 26 команд. 26 команд. Выслали все растира. Сейчас, собственно, я на этот командник иду. Space, такая, соленый огурец с редиской не пошел. Не, не хочу. Вот. И, собственно, после командника, ориентировочно 5-го числа, еще будет записано интервью с... Бальтазаром. Бальтазаром, да. Которым все никак мне не дали. Капитаном ЕТЦ сборной в этом году. Вот. И расспросим, что как, что почем. И спроси, какого дьявола у Степана в расти летел эти слайнишитки. Степан. Ну, если Степан, да, будет там, обязательно спросим, узнаем, что и как у них. Ладно. Ну, опять же, к турнирам, значит, смотрите, что. Почему-то, а я тебя не отослал, да? Я помню все. 5-е числа. У нас, как всегда, обучение Вархаммеров. В 3-9-ом. Пишите уже на это мыло, которое вы видите, если хотите. Ну, как всегда, там, кто не умеет играть, мы обучаем сам хазов и так далее. Да. 11-го числа. Два события сразу. Во-первых, это новичковый 870, наш обычный совершенно. Но не 20 человек теперь вместимость, а 16 всего. Вызвано это тем, что на соседнем столе мы будем играть первую часть драфта. Все, уже народ собрался. 6 у нас человек. Уже я заказ разместил на коробочке. Если вы хотите присоединиться, у вас еще время есть. Последний момент запрыгнуть на пояс. На это уходящие 3 тысячи нужно, чтобы коробочку купить и с нами поиграть. Но мы в любом случае уже играем. И хотите узнать, что это такое, не знаете. Видео, опять же, есть об этом полностью рассказывающее. Будем играть. К сожалению, еще не доехали до Москвы новые Space Marine. Хотелось бы. Очень хотелось бы. Очень хотелось бы. Но и так там новый набор для нас будут. Волки к нам придут. Граф Кэннэ. Граф Кэннэ. Но новые Space Marine. Новые Space Marine. Вот. И 12 числа получается крутой, опять бы, проба пера. Турнир на 2 500. Всего 2 тура. Специально для этого увеличили количество очков в 2 раза, чтобы за 2 тура успеть узнать, кто выиграл. То есть на каждый там по основной не 8 очков разыгрывается, а 16, вторичка 12 и еще по набитому тоже 12. То есть, чтобы шаг был мельче. То есть не до 10-10 и 20-0, а 40-0 и 20-20. Ну, как так. И получается, что 2 тура всего за день на 2 500 как раз спокойненько поиграть. Но и по факту на самом деле, сейчас расскажем, проводили антитурнир, решили попробовать. Что такое антитурнир? Это типа турнир, который не турнир. Просто люди собираются и 3 тура играют, как хотят между собой. Ну, суть турнира это просто приехать с 3-мя людьми поиграть за день. Рандомно, да. Антитурнир то же самое, только без всяких спортодроческих запарок. Можешь сам выбирать, кого хочешь играть, на любой формат из перечисленных. То есть, 1000, 1500, 1850. Ты выбираешь, какой. Можешь самый минимальный приехать. У кого-то, кто максимально приехал, мне должны быть растира и на меньшее количество, чтобы он мог с кем хочешь сыграть. Вот. Народ приехал, несмотря на то, что мы там за неделю анонсировали, поиграли. Но, реально, по факту, многие уезжали после 2 тура, потому что все, как бы 3-й тур обычно так все играют. То есть, даже на прошлом паре, люди тропались с 3-го тура. Да, да. Очень сильный вамат. За вчера мы парник играли, там 2 команды уехало, ну просто надоело играть. Вот. И, соответственно, 2 тура спокойно, я думаю, отыграем на 2500, посмотрим, как это пойдет. Ну и, понятно, там можно все, что угодно. Опять же, все можно зарегистрироваться, посмотреть на сайте diceworld.ru. Вот. Что касается нашего замечательного проекта. Главная новость. Я убил свои обе камеры. Это не вот эта камера, не вот эта и не вот эта. Эти новостные специальные, я на них никогда не снимаю в баху. А эта камера Андрея, нам ее специально сегодня привез, спасибо тебе. Вот. А мои две камеры ушли в песок, так сказать. Я снимал, пытался снять крутые ракурсы проезда. И снял же. И снял, да. Надеюсь, это того стоило, потому что ремонт, еще не отремонтировали, стоит 5000, по-моему, сказать. Прочистить и... За каждую? 2500 каждую. Вот. Забились механизмом песком, потому что камеры висели снаружи машины, близко к песку. И все это, конечно, там просто... Как аху. Причем... Купи GoPro Space. Нет, ну понятно, что я дебил. Повесил обычные мыльницы, снимать как бы экшн-сцены. Нужны камеры защищенные, которые не это самое. Но мне очень хотелось, я хотел посмотреть, как этот, как раз это купленный мой присоска на камеру. Это еще хорошо, я отделался легко. Например, могла присоска отвалиться и камера за 20 штук просто в пруд туда улететь. Да, кстати, вполне. Как бы я нормально отделался, вот. Но я считаю, что да, я снял эти кадры, мне хорошо. Собственно, я в прошлой новости не были. Вы видели ролик, как я ездил на это в Себеж. Много размышлял о Вахе, там, это самое, что-то даже рассказал о проекте. Кстати, там надо посмотреть, да, это у Мэтта, как он... Теперь Адрей мне прислал ролик про Мэтта, который рассказывает о видеоблогинге. Все это надо посмотреть. Это единственное, что я буду, наверное, смотреть у этих пацанов. Вот. Что у нас хорошего еще по проекту? Мы, значит, все-таки XCOM готовится. Сколько я уже новостей рассказываю о том, что XCOM готовится? Староп Телс. Каждый мне день пишет, готов посылать ассасинов. Ко мне пришла коробка ассасинов. Тяжелая, что ли? Как она, Force, что там? Ассианорам Форс. Ассианорам Экзакьюшн. Тяжелая коробка. Я попытаюсь все-таки снять обзор вместе. Два в кубе. Чувакова. Проект Алексей, да. Вроде как он согласен, но там, как вы понимаете, ему оба очень занятые люди, все в это утыкаются. На попробую. Куча анбоксингов, новых миник, механиком, новый кодекс механиком, Space Marine, какие-то доехали, там, как я понимаю, только эти самые новые ассалтники. Вот. И в премиум вышел хороший ролик. Хороший уже? Да, отлично, мне понравилось. Мы съездили, собственно, с Андрюхой, с Абиратом и с Вовой Ассайлом к нему на дачу. Там даже не в Архаммере, на самом деле, ролик, а такой какой-то, ну, о том, как друзья поехали на дачу отдохнуть. Не то, что... Да, романтика. Романтика есть, но не то, что мы отдохнули там. Ну, вообще, он настроенческий такой получился. На час практически фильм. Вот, и все там есть, и интрига, и, значит, и драма, короче, и предательство, и, в общем, все. Любовь даже, конечно же, конечно же, любовь. Че-че-че? Просто эфирские радости. Любовь к Вархаммеру, конечно же, ну и к своим половым органам, которые не хотелось бы... Че-че-че? Ты должен помнить эту тему про то, что, как бы, ну, ладно, кто посмотрит, тот посмотрит. Ничего страшного там нет, нет, так не подумайте. Ты такой сделал. Я просто был, я не помню там ничего такого. Не помнишь? Анализ, помнишь? Ну, про половые органы там ничего не было. Это ты так думаешь. Скажи мне, страх кастрации имеет отношение к половым органам? А, ладно, понял. А вот он вспомнил, да, наконец-то. Ладно, ладно, ладно. В общем, да, есть трейлер, можете посмотреть. И еще я хотел бы рассказать, наверное, тоже относится и к проекту, и к турнирам. Это Професси. Как вы помните, не так давно я анонсировал такой более личностный подход вообще к армиям. Можно создавать, как бы, своих героев, качать их там, значит, и всячески, значит, их использовать. Ты, я знаю, у тебя Харл там, кто он у тебя? Капрал. Харл Харл. И Гэшник, который с чем у тебя? С обычным лазганом? С обычным лазганом. С ганом. Идет к успеху. Но он крутан. Что там у него там? Четвертая сила КТХ. Четвертая сила на лазгане, четвертая баллистика и Крузейдер. Крузейдер. Просто парень ведет всех вперед. Подробности все, в принципе, у меня там в группе написаны. Я, со своей стороны, хочу сказать тоже, вот, для меня, Професси, это повод сыграть Пархаммер. Я с таким удовольствием пошел на антитурнире, именно только для того, чтобы покачать своих парней. Причем, какие пацаны, я думаю, прокачаются, чувак с мислой там стоял у меня в Хавках. Ничего не сделал. Я, что-то, я поздравил, у тебя не хило так по статам-то сейчас так поднялся, хлоп-спец прям. Хиттен Руан. Да, да, мне очень нравится, сейчас расскажу. У меня клевый Владимир Разрыватель, у которого он накинул себе Хиттен Руан с первого же этого самого качка. Я его вставил в 30 культистов, вот, и ни разу не кидал ни Хиттен Руан. Он ни разу ничего не сделал, в первой же этой вунды отлетал, у него ничего нет. Короче, он тоже ничего сделал. Лучше всех выступил Хуан Дель Торрес. Это такой бандюган, короче, это самовешенный патронами с мельтой мастер-крафт. Он падал с облями, с этой мельтой рубил просто все вообще, что только можно было. Он прокачался лучше всех. Вот, и реально, вот я только ради этого пошел, мне было очень интересно, что будет там. Остальное ростер как бы, ну, какой-то ростер у меня был. Вот, то есть это реально приносит новые краски в, именно, в Аху. В ближайшее время, надеюсь, ролик снять о приключениях Професси, как вообще все это самое, чтобы вы знали. Ну, собственно, все, наверное, на сегодня. Что там, про женщин что-нибудь расскажем? Не, не, я думаю, да. Когда-нибудь в другой раз. С вами была студия «Три горячих стула». Будет еще, Андрей. Увидимся. Счастливо. Счастливо, пока-пока. Счастливо, пока-пока.